Здравствуйте, Ольга. Из международных новостей у нас какие-то неприятности все время происходят, и вот сейчас утром в Лондоне сообщается, произошел теракт, не теракт, некий инцидент рядом с созданием парламента. Как вы считаете, что бы это значило? Знаете, Ольга, пока что рано считать, пока что можно ориентироваться на интуицию и на предыдущие эпизоды из жизни Лондона и не только Лондона, все-таки это ближе к теракту. Почему так считается? Во-первых, место. Парламент. Парламент, вот эти вот узкие улицы, там одностороннее движение. Во-вторых, удар по велосипедистам. Это не наезд, это удар, это совершенно очевидно. Нечто подобное уже было на мосту там, через Темзу. Относить недавно, то есть какой-то опыт был. Поэтому я не настаиваю, но это очень сильно похоже на теракт. Пока что, так сказать, где-то там сверху был виден этот самый человек, которого арестовали. Тоже, так сказать, по информации, кстати говоря, эхо Москвы, он не отвечает на вопросы, не сотрудничает со следствием. Ну что, он не бандит, он не уголовник. Он или сумасшедший, или это теракт. Тем более, что вот такого рода теракты, мы уже сейчас вот с вами говорили, это и Лондон, и Париж, и Германия, и Стокгольм, и все прочее. То есть это, если встать на эту точку зрения, что это теракт, это вот те самые одинокие волки, против которых пока что абсолютного никакого средства нет. И быть не может, потому что эти люди мотивированы, если это теракт, я подчеркиваю, во-первых, идеологией, это однозначно, а во-вторых, психологией. Вы знаете, в каждом из вот таких людей, которые это делают, есть определенная сумасшедшинка. И когда одно накладывается на другое, то мы получаем то, что получаем, и, к сожалению, будем получать. Я уж не говорю о том, что года два назад в исламском государстве, есть оно или нет, это другой вопрос, была подготовлена целая многостраничная инструкция, где, как и так далее. И вот то, что используются бытовые приборы, а машина – это бытовый прибор, так, можно сказать. – Бытовые приборы твои партнёры. – Да-да-да, понимаете, а завтра я возьму утюг, ножи уже пошли в ход. И нечто подобное, между прочим, уже имело место в Китае, имеет место в Китае. Не всегда доходит информация, но нечто подобное было на вокзале железнодорожном, по-моему, в городе Чунцин. В Пекине недавно, так сказать, было непонятно, что, около мавзолея Мао Цзэдуна, нигде-нибудь, между прочим, а там. И, конечно, были эпизоды в Синьцзяне. Так что, ну, что поделаешь. Да, конечно, можно сказать, что от укусов бешеных собак гибнет людей намного больше, но нам от этого не легче. – Вы сказали о методах, о новых методах терроризма, да, вот в связи с этими бытовыми приборами. А цели-то терроризма, они каковы сейчас? – А вот вы не уловили. Это не обязательно должна быть какая-то конкретная цель. Давайте там погубим Англию, давайте погубим ещё что-то, давайте отомстим. – Кому и за что? – За всё. Это тоже интересно, понимаете? За то, что ты чужой. Это как бы общий абрис, вот ты не такой, как я. А дальше по мелочам – это Ближний Восток, это Сирия, это там, это сям, это неуважение к мигрантам, и таких вещей можно набрать сколько угодно. Кто-то меня оплевал где-то в ресторане, допустим, где угодно, в том же Брюсселе, потом ещё раз чего-то было, а в голове-то у меня зудит, что, мол, вот он я, вот я представитель великой цивилизации, а со мной вот так, и с этим так, и с этим так. И вот происходит накопление вот этого негативного потенциала, озлобления, мести, это, в общем-то, можно сказать чувство мести, можно назвать комплексом неполноценности, а что я ещё могу? А вот так вот я могу. Нож, мотоцикл, слава богу, что не утюг, вот, так что всему есть объяснение. – Это только исламский терроризм, у нас сейчас в последнее время другого нет? – Есть самый разный терроризм, понимаете? – В том же Китае, я так понимаю, какие-то другие причины? – Там, я бы сказал, этно-исламский, потому что это уйгуры. Он, кстати говоря, постепенно затухает, потому что китайцы при своей, я бы сказал, массивности, при своём постепенном понимании, что такое для них мусульмане, что такое самсиньцян, они эту проблему решают. Но тут, понимаете, какая вещь, чем больше ты её решаешь, а это так, тем больше шансов, что остаётся какое-то экстремистское крыло, которое, ну, никак, ну, скажем, необучаемо, непримиряемо. И чем больше ты одерживаешь успехи там, вот, на этом поприще, договорности, ещё что-то, тем отчаяннее буду я, потому что у меня уже нет выхода, кроме как мести, поэтому это всерьёз и надолго, понимаете. Я думаю, что это тренд, там, когда мы говорим, что это бандиты, преступники, это всё замечательно, и, наверное, так и надо говорить в пропаганде, но это тренд. У него есть и политические, и идейные, и экономические, и психологические мотивы. И если мы посчитаем, какое количество терактов было, я даже не говорю про мусульманские страны, про, там, Пакистан, Афганистан, Сирию и так далее, но это как бы вообще уже быт. Я говорю про Европу и про нас. Так что... А Европа и Россия что-то делают, так же, как Китай, с тем, чтобы преодолевать эти проблемы? Ну, как вам сказать? Я думаю, что делают. И как это незанятно может прозвучать, я думаю, что Россия это делает несколько успешнее. Почему? Потому что разные политические режимы, и действовать при этом режиме, скажем, там, кого-то разоблачая, раскрывая проще, чем там. Там же вопрос в чём? Если ты будешь с этим бороться, я имею в виду, скажем, радикальной экстремистской идеологией, частью которой является терроризм, волей-неволей ты должен пойти на ограничение демократии. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Это очень большая проблема. А у нас всё проще. Как можно ограничивать то, чего, в общем-то, нет? Там всё ясно и всё понятно, и поэтому действительно успехи больше. Это не значит, что это всё исчезло. Вот последние два года есть такой замечательный термин «спящие ячейки». То есть вот эта вот идейная психологическая основа, она есть, но условий для реализации, они очень резко сократились, очень резко. А вот эти вот ребята, которые потенциально могли бы, если бы и так далее, они же рассыпаны во всей России. Тут и проблема центрально-азиатской миграции, и остаточное влияние Кавказа, и тот сумасшедший дом, который мы наблюдаем на Ближнем Востоке. Это продолжается, но не так ярко и не так жутковато, как вот это мы периодически наблюдаем там, за кордоном. — Скажите, Алексей Силович, вот эти вот разоблачения очень странных террористов, которых сейчас нам демонстрируют в судах и СИЗО, ну, совсем не похожих на тех, о которых вы рассказывали, это потому что просто настоящих террористов всех поймали? — Ну, понимаете, существует тот, я бы сказал, три вида террориста. Тот, который уже бросил бомбу, тот, который замахнулся, и тот, который подумывает, а не замахнуться ли мне. Та публика, о которой сейчас вы говорите, у меня просто нет доказательств, чтобы давать какие-то дефиниции и на эту тему рассуждать. Но то, что я знаю, на сегодняшний день в терроризме можно обвинить кого угодно, вот даже нас сейчас с вами, что мы поднимаем эту тему, я бы сказал, как-то не согласованно с общей позицией. — То есть подумываем. — Да. То есть мы о чём-то подумываем. А может быть, мы даже советы даём, вот такие косвенные, намекаем. Это, видите, дело интерпретации, дело суда, если будет желание. Поэтому очень много процессов, которые, значит, идут, они, ну, я бы сказал, они, я к ним отношусь скептически. Вот, например, наверное, месяца четыре там или три тому назад в «Новой газете», этой жуткой либеральной газете, мы все её ненавидим, естественно, вот, были очень хорошие материалы о том, как не доводят до суда и до следствия, даже нормального, все эти террористические дела. Очень многие, во всяком случае, это первое. Второе, я буквально могу сам процитировать высказывание одного чеченского военачальника, который сказал, что вот надо бороться с терроризмом любыми методами, если надо вот подсыпать ему наркотик на всякий случай, а потом его взять, был он террористом, не был, но мы его подозреваем. Это буквально сам цитата, я сейчас сам, если это сказать, ещё посижу, я даже вспомню, откуда. Вот. Так тоже можно бороться. Но при всём том... Может быть, отсюда и наши успехи, о которых вы говорите? А вы знаете что? Вот я не хочу никого защищать, но есть определённые люди, персонажи в силовых структурах, которые в этом действительно разбираются и что-то сделать могут. И потом, понимаете, какая вещь? Мы вот всё говорим про борьбу, но самое-то главное, во всяком случае, по России, это не борьба, это профилактика. А вот как заниматься этой профилактикой? У меня дома, по-моему, сам две полки, сам лежит, из зданий. Вот как этим занимаются? И, в общем, пока занимаются плохо. Но, тем не менее, какая-то работа идёт, вот пытаются сдерживать и так далее. Вот как не допустить человека даже думать о том, что «А хорошо бы что-то взорвать?» Вот это очень трудно. Или убить кого-нибудь. — Алексей Малошенко, руководитель научных исследований Института диалог цивилизации. Меня зовут Ольга Журавлёва. Никуда не уходите, мы вернёмся прямо сейчас. Мы снова с вами. Ольга Журавлёва, Алексей Малошенко. На YouTube-канале «Эхо Москвы» можно смотреть и писать. Ставить лайки тоже приветствуются. Плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Это наш смс-номер. Здесь можно задавать вопросы, так же, как и в чате YouTube. Скажите, а вот сейчас, вот по общему ощущению, несмотря на те случаи террора, которые мы всё-таки ещё наблюдаем в разных местах, сейчас очень много разговоров идёт про то, что страна угрожает всему миру. Например, Россия. В России, кстати, часто говорят, что Америка угрожает. По всему миру. Кто угрожает-то? Все угрожают всем. Это замечательная игра. И определённые, скажем, части истеблишмента и бизнеса с этого имеют большие деньги, особенно военные. И, скажем, вот нашему истеблишменту очень выгодно это дело подчёркивать, что вот мы окружены врагами, мы должны защищаться, мы должны быть всё время на стрёме, так скажем, поскольку иначе будет задан другой вопрос, в частности, по поводу пенсионной реформы, и масса разных вопросов о коррупции, о состоянии экономики. А на каком мы месте? На тринадцатом или всё ещё на одиннадцатом? И что это за обещание, что вот-вот мы выйдем на пятое место в мире по воловому национальному продукту? И масса вопросов, масса вопросов появится. А так, зачем эти вопросы нужны, когда у нас есть проблемы окружённой крепости, в которой мы сидим? Там, значит, американцы нехорошие себя, нехорошо ведут. Тут воинственная Украина, там ещё что-то, там мы в Сирии, так сказать, поднимаем наш престиж. Ну, а это подождёт, это подождёт. Так выходит, что Трамп наш. Всё, что он делает, это только на руку. Вы знаете, вы не ловите меня на слове, хотя вы уже поймались, так скажем. Трамп не то чтобы наш. Но Трамп – это тот человек, который исходит всегда из своих интересов. А у него две линии интересов, скажем, даже так, не линии, а две логики интересов. Это интересы бизнеса и интересы политики. И у меня такое ощущение, что как минимум интересы политики, они позволяют относиться к России, как, знаете, ну, с экономической точки зрения. Ну, что такое Россия и Америка? Это совершенно не… А в политику можно поиграть. Ну, можно им сказать, ребята, вы не правы. Их можно наказать. Вот так вот сам посудите. Был биполярный мир. Были США и Советский Союз. Можно было наказать Советский Союз. Так, на секундочку. А тут можно наказать. Вот это отношение к России как к уже к чему-то вторичному, не считая язерного оружия, оно создает такую атмосферу… Ну, он нас понимает. Он нам, может быть, даже в чем-то сочувствует. Тем более, что, как правильно говорят очень многие комментаторы, это еще и внутри американское дело. Для американцев, Оль, понимаете, Трамп – это какой-то, знаете, такой киндер-сюрприз, хотя он очень пожилой, но тем не менее. И мне кажется, что вот такие люди типа Трампа, они еще будут появляться. Это вот, наверное… Нам на радость? Нам на понимание, нам на задумывание, потому что Трамп при всей его нетипичности для XX века и даже для начала XXI века, эта публика может быть достаточно типичной для наступившего XXI века. Хорошо, вы говорите про Трампа, а Эрдоган – это что? Президент Турции. Вот если мы посмотрим на его поведение и, кстати говоря, на его отношение с Россией и на отношение к нему России, он кто? Вот это для меня загадка, особенно в связи с тем, что он тоже под санкциями. Вот уже две загадки у нас получаются. А Турция, простите меня, это… Это НАТО. Это НАТО и не острова Тувалу, которую признали Южную Осетию. Это что-то интереснее, понимаете? И я думаю, что вот за такими, скажем, странными политиками, которые вырываются из привычного для нас ряда, будущее, так или иначе, они составят тренд. Сейчас мы самоудивляемся Трампу, но вот это будет трампизация политических элит. А посмотрите на Европу. Смотрю. Тереза Мэй, Ангела Меркель. Так, значит, Тереза Мэй и Ангела Меркель – это все-таки люди из прошлого, скорее. А Трамп, хоть он и из прошлого, по-моему, 46-го года рождения, он все-таки более, 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 как вам сказать, подвержен инновациям, как раньше любил говорить Медведев. Понимаете? А если вы посмотрите на премьеров, канцлеров и прочих политиков и лидеров оппозиции по Европе, ух там наберется таких. Послушайте, ну это значит, что будет война? Никогда, наоборот, будет игра, возможно, по новым политическим правилам. Вот посмотрите, у нас был биполярный мир, его больше нет. Сейчас идут разговоры то о однополярном мире под руководством Америки, то о каком-то мировом правительстве, это полная чушь, и о многополярном мире. А что такое о многополярный мир? Когда огромное количество полюсов, каждый отвечает только за себя, работает только на себя и думает о себе. Посмотрите на Ближний Восток, вот вам о многополярный мир. Там и Эрдоган, там и Рухани, там и Трамп, там и наши, и нет такого полюса, который бы хлопнул кулаком по столу, и все бы замолчали. Вам это нравится? Мне это очень не нравится, потому что новый порядок, его суть в беспорядке, и это будет продолжаться очень долго. Что ООН сейчас, вот наша великая контора, она чего-то может решить? Боюсь, что нет, но все уже ее ругают, и не первый год, прямо скажем. Она непригодна для этой ситуации. Вот Китай, кстати, выразил недовольство в связи с новым оборонным бюджетом США. Говорят, что там содержится положение, очерняющий образ Китая. Мы-то думали, это все про нас, а оказывается, и Китай там тоже очернили. Что плохого в оборонном бюджете США? Ну, это ж он большой. Понимаете, какая... Ну, это же их личное дело. Ну, как вам сказать, а во сколько раз их бюджет военный больше нашего? Так мы же не собираемся воевать. Ну, понимаете, какая вещь, Коль. Вот был биполярный мир, и было какое-то, ну, не скажу равенство, но был какой-то паритет. А сейчас нет паритета, и мы это так или иначе признаем. А тут они еще наращивают вот это вот. И получается, что мы по сравнению с ними, чтобы мы там не кричали про Сирию, про Крыму, еще что-то... Мы показывали недавно наше вооружение, они напугались и сделали себе бюджет новый. Вот по поводу нашего вооружения и всего этого. Я не специалист. У нас есть сам Саша Гольц на эту тему, Афельгенгалвар, Паша. Вот они очень хорошо рассуждают на эту тему, и все то, что показывают, это не настолько велико, что могло бы кого-то напугать. Это мы, как вам сказать, мы... Нам приятно посмотреть, какие мы сильные, прежде всего. А по поводу войны не будет никакой войны, давайте забудем. Давайте. Я согласна. Вообще забудем про войну. Согласна. Давайте тогда про всякие вот эти вот качели, карусели и прочие газели. А сначала вот про одну такую странную историю, потому что Россия же, она как региональная держава влияет там на окружение свое в регионе. С Арменией как-то неловко получилось, потому что вот вроде Кочаряна отпустили, а протестующие сорвали его пресс-конференцию, требуя вернуть убийцу за решетку. Но ведь России же не нравится, когда сажают за решетку того, кто ей нравится, а общественность возмущается. Оль, надо на все на это глядеть в общем контексте российско-армянских отношений. При том же Кочаряне, Сарксяне и всем прочим, это были совершенно, я бы сказал, супер-дружеские отношения, полное взаимопонимание и так далее, и так далее. Армения вообще вошла в Евразийский экономический союз. По-моему, там она меньше одного процента экономики составляет, но тем не менее вошла, это был шаг. Приходит этот самый Никол Пашинян, новый премьер, и даже его манера себя вести, и все то, что там происходит сейчас в Армении, это вызывает, так скажем, удивление в Москве, в Кремле, в нашем истеблишменте, потому что это непонятно. Как же так? Раньше тот, кто был во главе, ну не скажу, чтобы он полностью контролировал всю ситуацию там, в обществе, в армянском, но он отвечал за Армению и делал так, как надо. А тут выясняется, что есть какие-то люди, которые протестуют, то сажают, то выпускают того же Кочаряна, с которым были прекрасные отношения. А не свидетельствовали это того, что в Армении всё ярче проявляется тенденция глядеть не в одну сторону, на север и на восток, то есть на Россию, но и ещё оглядываться по сторонам. Нет ли это свидетельства некой многовекторной политики, которая в общем, по сути, означает, что интерес будет расти не только к России, но и к Западу. Тем более, что Армению очень уважают на Западе по целому, с ряду причин, но взять хотя бы Францию. Естественно, это вызывает раздражение, это совершенно понятно. Как себя вести с Арменией? Пока решения нет, но вот тут уже была проблема, что мы вам не дадим оружие, а там, простите меня, сам конфликт в Карабахе. Я думаю, что всё в итоге утрясётся, но какой-то люфт в армянской внешней политике, безусловно, появится. Это скорее хорошо или плохо? Для кого? Для Армении. Это неизбежно. А для России? А для России, вот как вам сказать, по-моему, Россия отвыкла, во всяком случае, должна была отвыкнуть, что всё постсоветское пространство – это как бы её ниша. Но оставались какие-то куски, которые, ну уж эти-то от нас никуда не денутся, допустим, Киргизия и Армения. А вот выясняется, что есть тоже какие-то мысли, которые связаны не только с Россией. Маленькая Армения, а вот сам поди, что там армяне себя ведут. Вы ещё Белоруссию вспомните, которая же точно никуда же не денется, а позволяет себе. А она никуда не денется, потому что и Россия от неё никуда не денется. Понимаете, тут очень… Вот сам Лукашенко, но со мной это совсем другая тема, он, у него, по-моему, потрясающее политическое чутьё. Я как-то пару раз слушал его выступление, если закрыть глаза и не знать, что это Лукашенко, среди кому я нахожусь. Это чей президент? Это чей премьер? В Швеции, что ли, там? Совершенно нормальная речь, очень, я бы сказал, такая с журналистами он говорил. Это лихо. Вот, сам Лукашенко, по-моему, прекрасно понимает, где можно нажать, где лучше не нажимать. И, в общем, он себя ведёт, как хочет, кстати говоря. Но пока это Россия устраивает. Это тоже, видимо, политик новой формации, о которых вы говорили. Он вырос в политика новой формации, потому что, когда он пришёл, и мы знаем, что у него были мечты о чуть не президентом России стать, и такое тоже было в нашей политике. Но время идёт, люди меняются, и в том числе так. Алексей Сеудович Малашенко, руководитель научных исследований Института диалог цивилизации у нас сегодня в гостях. Меня зовут Ольга Журавлёва. Никуда не уходите. Мы скоро вернёмся. Научных исследований Института диалог цивилизации. Вот про диалоги цивилизации мы и поговорим. Как раз ещё одна цивилизация тут у нас под боком. Владимир Путин встречается с канцлером Германии в ближайшее время, 18 августа, и уже Песков назвал кое-какие темы, которые будут обсуждаться, вполне очевидные, помимо торговли, всяких других вещей. Как вы видите эту встречу? Вряд ли будут прорывы. Может быть, какая-нибудь тема интересная будет? Прорывов не будет вообще по этих встречах. И как бы их не интерпретировали. Я думаю, будет консенсус. Где? По Северному потоку два. Это выгодно и Германии, и России особенно. И чтобы Трамп вышеупомянутый не говорил, в Германии это нужно. И я думаю, что здесь, ну, там, как это будет интерпретироваться, я не знаю, но пока Меркель это будет идти, это нужно. По поводу Сирии там тоже будет обсуждаться. Но вы знаете, немецкое присутствие там уж не так заметно, и, собственно, немцы туда руку не запустили. Поэтому я думаю, что информация, которую предложит Путин, она будет принята с пониманием. Ну, там, конечно, будут проблемы с Эдлибом, там масса чего будет, с химоружием этого осада. Она, тем не менее, будет какая-то, я бы сказал, ясность. Украина тоже абсолютная ясность, потому что там нет никакого выхода. И в целом эти двусторонние отношения. Понятно, что будут традиционные фразы, что да, они сегодня не в самом лучшем виде, но надо укреплять и так далее, и так далее. Ну, мы это все слышали. Я думаю, что, во-первых, важна сама встреча как таковая. И потом самое интересное – это то, о чем мы никогда не услышим, что они будут говорить про Америку. Потому что, если послушать ту же Меркель и ее людей, явное недовольство. Потому что, кстати, ну что такое? Сам Трамп. Да, он Трамп, конечно. Но вы, простите меня, тоже, по-моему, на четвертом месте в мире после Америки, Китая и Японии. Что ж так с нами? Нам указывать, какой куда поток? И в этом отношении Путин, ну, не скажу, что он попробует сыграть на этих противоречиях, но, во всяком случае, напомнить, что Америка за океаном, а Германия в Европе и взаимные интересы, безусловно, существуют, а санкции, которые американцы накладывают, ну, что ж такое? Ну, они накладывают, ну, а вы-то что? И посмотрите, чего было с Ираном. Вот американцы вышли из этого договора, а вы не. Нет, значит, у вас своя позиция. И такой, знаете, намек, что да, конечно, там Россия особая страна, ну, это мы с вами все знаем, но все-таки мы в Европе, понимаете, у нас есть что-то общее в физиономиях, так скажем. Так что я не знаю... Дружить против Америки? Не дружить, а понимать, что они там, а мы здесь. И мы все-таки ближе друг к другу. И там тоже НАТО, да, конечно, вы нас боитесь, тут и Украина, и Крым, и Прибалтика, и что там только нет. Но неужели вы думаете, ребята, что мы на вас будем нападать? Это Америка нас провоцирует. Примерно такой тон. Я не знаю, как это все будет там на деле. У Пескова есть фраза по поводу возможной американские санкции, в том числе против немецких компаний. Немножко так, я бы даже сказала, угрожающе. Ну, так это нам на руку. Это он замечательно говорит. А вот тут вот, обратите внимание, вот он работает как бизнесмен. Вот он не думает о политическом эффекте. Даже, может быть, он и думает, но что-то должно быть важнее. Кто? И вот это упирает. Ну, это Трамп, 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 вот. Ну, хорошо. Ну, похоже. Хорошо. Есть еще одна тема, о которой я хотела вас спросить. Это Каспий, который поделили на пятерых. Ну, в смысле, наконец-то. Расскажите, пожалуйста, это как-то вот прошло мимо нашего острого внимания? Что же было и где там, кто выиграл, кто проиграл? Оль. Что будет дальше? Оль. Простите, а что же вы меня раньше-то об этом не спросили? Потому что это ведь 22 года продолжается. Это пятый саммит. А вы все молчали. Ну, не было случая спросить. Значит, так. Официальная наша версия, это сказал Путин, это эпохально. Так? Так. А ваша версия? Эпохально это, во-первых, потому что Каспий признан фактически озером, а не морем. И никакие чужие корабли, будь то, не будем называть некоторые страны, туда не залезут. Вот есть пять держав. Вот они могут делать всё, что угодно там, в военном отношении. Я имею в виду их военное присутствие. Чьё присутствие самое главное на Каспии? Догадайтесь. Каспийской военной флотилии какой страны? Понятно. Мы догадываемся. Так что тут уже сам всё ясно и понятно. Это первое. И это действительно очень важно, потому что вот эта конвенция, она как бы, во всяком случае, на ближайшие годы, она закрывает эту проблему. Кто бы там ни появился, мы все, и Россия, и Казахстан, и Туркманистан, и Иран, и Азербайджан на этом берегу, мы будем недовольны. То есть, мы это не допустим, понимаете? То есть, мы тут вот союзники. Это первое. Второе. Когда они разграничили, там, по-моему, 15 километров рыбной ловли, там и всё прочее, использование водных саморесурсов, и плюс 10 километров ещё национальные и территориальные воды. Дальше всё открыто. Иран всегда всё хотел поделить иначе, не получилось. Иранцев уговорили. Я думаю, что иранцы особо обижаться не будут, потому что заведомо эта идея была, ну, вообще утопическая. Это, в общем, это тоже победа России, которая за это выступала. Есть третий момент. Это, я бы сказал, делёжка, даже не знаю, как правильно выразиться. Вот после всех этих делений, там, дна и всего прочего, там, право на использование ресурсов, а это двусторонние отношения уже, с учётом международных законов, кто больше всего выиграл, как вы думаете? Казахстан, а, которому досталось примерно 30% этих вот там подводной нефти. Ну, как же так? Делили-то на пять? Они делили, нет. Это делили прибрежные воды, одно-то. Это уже как бы там двусторонние отношения с учётом. Ну, когда посмотрели на карту, где что, то выясняется, что 19% запасов это будет у Казахстана. Так 30% или 19%? Там 30%, а 19% у России. 19% у России, там дальше каждый по 15% и 14% имеет Иран. Но вот это деление, это, ну, я бы сказал, условно. То есть? Потому что борьба за нефть будет продолжаться, борьба заодно будет продолжаться. Мы прекрасно помним, как цапались совсем недавно Азербайджан и Туркменистан за Шах-Денис, а Шах-Денис это гигантское месторождение. Это иногда называют мегапроектом. Будет этот проект, не будет, я не знаю. По поводу экологии, конечно, договорились, что всё будет хорошо, но как можно под водой сопроводить эти всякие трубы, как можно там чего-то добывать, не портя экологии, я не знаю. Но всё было очень красиво, была прогулка, пять президентов торжественно выпустили мальков осетра, было очень красиво это всё, значит, нам показывали на экране, до чего-то достигнуто. Я думаю, что самое главное, это, конечно, вот этот военный фактор, что это море, это только наше море. А делёжка дна, вот там, где всё это добывается, это двусторонние проблемы, и, уверяю вас, они будут ещё продолжаться, может быть, не так экзотично, как это было во времена конфликта между Туркменией и Азербайджаном. А так, в общем, это намного лучше. Почему 22 года не могли решить эти вопросы? Почему так долго договаривались? А потому что у каждого была своя позиция, и эта позиция постоянно менялась. Ведь с чего всё началось? Это было Советское озеро, ну и немножко Ирана, ну там, на юге, там, по-моему, у них было даже два военных корабля, там, не знаю, что это такое было, торпедные катера, может быть. Это было Советское внутреннее море, а сейчас пять держав, и все почувствовали, что у нас тут газ, тут нефть, тут, и через нас какие-то могут идти трубопроводы туда, в Европу, а Россия, кстати, в этом не заинтересована. Поэтому она будет бороться за экологию до конца. Что тоже хорошо, кстати. Одно дело делить Каспий между советским гигантом и по тем временам небольшим Ираном, а другое дело пять полюсов. Многополярный мир, вот он, пожалуйста. То есть, скорее, это хорошо, что стали такие более равноценные собеседники. Знаете, я бы на это посмотрел немножко с другой стороны. А что там под боком у них, у всех? А под боком тот же Ближний Восток, Афганистан. Да и в Центральной Азии в отношении, так сказать, полной стабильности, мне все благополучно. Так еще иметь проблемы на Каспии между государствами, а то, что, простите меня, эти талибы шастают в Туркменистан как к себе домой. И много можно найти вот такого рода примеров о том, что Азербайджан воюет до сих пор с Арменией. Пусть хоть тут, на берегах, будет стабильность какая-то. Это хорошо. Ну, слушайте, есть, значит, примеры здравомыслия, каких-то долгосрочных договоренностей, проектов. То есть, не весь мир сошел с ума. А когда мир был нормальным. Назовите мне любой год. И там было так много всего сумасшедшего. Нет, но шутки шутками, вы сами понимаете, это неплохо. Это очень неплохо. Что вот они наконец-то договорились. Ещё вот буквально минутку у нас осталось. Хотела вас спросить, как вам кажется, перспективы каких-то журналистских, судебных или каких-то иных расследований в ЦАР, они реальны? Нет. То есть, совсем? Абсолютно нет. Вы знаете, как вам сказать, ну, сам представьте себе человека, который поедет реально всё расследовать. Какие у него должны быть контакты, какие должны быть связи, и кто ему будет говорить правду. Если это бандиты, которые ограбили их из-за денег, из-за камер, так они придут и скажут, ой, простите, а мы вот не знали, что это сам русские коллеги. Если это Вагнер, то, предположим, из-за Вагнера, они вам, конечно, всё расскажут. Поэтому я думаю, что люди будут ездить, будут писать какие-то, не знаю, очерки, может быть, повесть напишут, это тоже интересно. Но я боюсь, что до истины мы никогда не докопаемся. Есть вот такие случаи в истории, когда вот так. Как вам кажется, там у Вагнера действительно много тайн? Это наёмники. В 60-е годы был сам Боб Денар. Вот когда он сошёл, вот тогда пошли фильмы, рассказы, анекдоты. В Конго-то, сам, кто воевал против Патрии Соломома, может, забыли, да? Сам, наёмники воевали. Это тогда, 61-й, 62-й. Ждём, когда закончится. Да, а ждать придётся долго. Будем ждать долго. Алексей Малошенко, руководитель научных исследований Института диалога цивилизации. Меня зовут Ольга Журавлёвна.